Стой! Я займу меньше 30 секунд твоего времени! Совсем недавно открылся новый сервер по тематике «Школа РП». Сейчас я кратко расскажу о нем. За порядком и отыгровкой ролей следят уже более 10 администраторов. Мы хотим создать новое играбельное комьюнити. Здесь ты можешь оторваться с друзьями после нудной школы в реальной жизни, основать свою банду и держать школу в страхе, либо следить за дисциплиной в роли учителя. Если понравилось, тогда присоединяйся к нам. IP в описании ролика. Привет, ребята! Сегодня я буду на редкость большим затупком, потому что я буду администрировать на серваке, на котором мне еще не доводилось работать админом. Я чисто физически не могу выучить все правила на всех серваках, на которых я когда-либо играл или же работал администратором. Конечно же, такие стандартные правила, как нонерп, нлр, фрекил и так далее, я знаю так, что у меня от зубов они отскакивают. Но на каждом серваке есть какой-то определенный свод правил, которых нету на другом, и поэтому нужно пытаться выучить. Потом, после перехода на другой сервак, тебе нужно уже понять, то что там эти правила не работают, и нужно учить новые. Ладно, что-то я с Ришком разговаривался, сегодня мы будем ловить нарушителей на сервере Big City Life. IP и группа ВК будут в описании. А тут есть кто-нибудь? Я сам за... Откройте. Я не знаю про... А! Сейчас. По стандарту. Я везла. А лицензию выдает кто-нибудь? Никто не сможет уйти. Там, блядь, ты высы, мужчина с оружием, блядь. Можно собрать толпу людей для тебя, пожалуйста? Не! Вот не! Это был наемный убийца, мы это выясним немного позже, когда я открою логи, к слову, с логами такими я еще не работал, поэтому я немного туплю, не обессудьте. Я, конечно, понимаю, что это было, возможно, непреднамеренное убийство, может быть, он меня просто посчитал за его конкретную цель. Он смотрит там раз, один двигается, и второй двигается. Расстояние до них уменьшается, ну вот, вроде бы он понял, кого нужно убивать, но все-таки ошибся. Я в таких случаях отношусь максимально с пониманием. Мне нет смысла таких людей хуесосить, ошибаются абсолютно все, тем более за эту профессию. У кого не было фейлов, скажите мне за киллера. Но нарушение все же есть нарушение. Это был фрикил в мою сторону, я не являлся целью заказа, поэтому просто наказание. А зачем меня убили, и кто вообще? Наемный убийца, контендер. Вот он меня убил, ГГМ. Для тех, кто админит давно и очень часто, я, наверное, покажусь за тупком. Но на всякий еще раз объясню для вас, как я вычислил конкретно то, что на меня не было заказа. Открываем сначала логи убийства, смотрим, кто вас убил. Потом открываем логи заказов. В том случае, если убили вас, вы в логах заказов выбираете свое имя. Так вам покажут как раз-таки заказы, которые выполнялись конкретно на вас. Если на другого игрока, то вводите конкретно ник того игрока, которого хотите найти. Ну, иди посмотри, что там за хит. Слетает. Бля, логи немного неудобные для меня. Я такими не пользовался никогда, в принципе. Я привык к другим немного. Правила профессии. Нажми на слово в таблице. А, кликабельно, да. Заебись. Там шальная пуля-то, в принципе, и не была. 2,3, 30 минут. Заебись. Охуя себе. Что-то нехорошее случилось. Чем хорош! Ультра хорош! Первый готов. Я не понял, зачем меня убили. Ебать тебе, нормально на спине такой рюкзак носить? С кайфом. Охуя себе. Херасия, тайник. А кто-нибудь его, интересно, может обворовать, нет? По-моему, там пиздец. Вот, пожалуйста, так выглядит перепис населения на планете Батайск. Ха-ха-ха. На самом деле, я нихуя не понял, зачем меня взяли, расстреляли. Я даже до 10 раз не постучал. И, сука, всего лишь 9 раз постучал в дверь. И не помню, это... Это нормальная причина для убийства или чё? Всё время, что я записывал, я не мог даже дожить нормально до какой-либо РП-ситуации или же какого-то происшествия. Просто, блядь, иду, меня убивают. Я стою, меня убивают. Я стучу в дверь, меня убивают. Я не понимаю, почему. Потом я смотрю на тех, кто меня убил. Это именно профессия. Потом смотрю правила этих профессий, общие правила. И понимаю, что у них нет нарушений. Они сделали всё по правилам. Ну, блин, я слишком много дохну. Окей. Я просто в дверь постучал. Нахрен меня убил. Что это, блядь, такое вообще? Нихуя не понятно. 2 и 3 тоже. Окей, хорошо. Я даже с ними поговорить не успеваю. Нахрен меня убил. Пойду дальше работать бандитом. Блядь, как бы это странно не звучало. Такого хуя, кто... Кто, блядь, меня убил, ёбаный в рот? Что за хуйня? Я умираю, блядь, на каждом шагу. Это пиздец какой-то. Маньяк, окей. Да, ребята, на каждом серваке свои правила. На этом же сервере маньяку разрешено действовать абсолютно где угодно. Ну, при условии того, что там не будет свидетелей. Также на него в людных местах действует феррп, если на него навели оружие. Помимо этого, на него накладывается следующее ограничение, а именно, он не может выдавать свою личность и показывать, чем он занимается кому-либо. Если же будет нарушен один из этих пунктов в правилах его профессии, те, которые запрещены, то это будет нарушением правила нон-РП. Кстати, лицензию получить хочу. Три с половиной тысячи. Без проблем. И что это? И что еще? Бля, я, ну, поиграю хоть одну жизнь нормально. Мне, типа, очень интересно, я просто заебался умирать. Хуясер защита, конечно. Достаточно редко у меня в ролике попадают нарушения, помимо фрикела, нон-РП или же фридамага, а также НЛРа. Некоторые ребята подумают, что это не очень важное такое нарушение, потому что оно нарушается меньше всего. Ну окей, хорошо, поиграете вы на серваке, захотите зарейдить базу, а вы не сможете ничего с ней сделать, потому что она просто заблокирована пропами. Ни подвязки с ФД и Кейпадом нету, ничего. По правилам сервера нарушителю проб блока полагается бан, а также удаление постройки. Но я здесь немножко смягчил наказание, поскольку чил был адекватный, он нормально мне объяснил, почему он не поставил подвязку в ФД Кейпад. Для тех, кто захочет докопаться, я предварительно проверю подвязку к каждому пропу из этого проб блока. Чё за хата у агрессора интересная такая? Ничего не подконтрольного из этих пробов. Позашел в хату быстро. Чё? Зашел раз, зашел, два, зашел дверь. Окей, щас. Заходи блядь, в хату заебал. А чё ты орёшь, долбоёб? Ты, блядь, чё? А потому что, блядь. Просто так, в ББ стоит. Давайте 10 тысяч купол. А, ну окей. Да, щас, знаешь, сейчас в хашле поможет меня, а где моя защита? А, это не защита, это проблок был. Я тебя предупредил, просто ударил на первый раз. Можно просто, что случилось? Я просто хотел из того, что не ортологии кейпады поставить. У меня тут стоял минуту 3 точно. А, ну прости. Ща сделаю. Ну давай. А вот чё, с одного типа клана у вас и ники одинаковые, наверное? Да. Да. Типа он тебя со клана вырубает, берёт чё-то за хуйня? Да, не только, он убивает меня. А, шо это за хуйня? Ладно, хотя, блядь, это не моя забота. Помогите мне. Всё время этого ПВП он отсиживается в конце, так скажем, этой кишки, переулка, назвайте как хотите. Кто играл на Даунтаун Титсе, наверное, сразу поймёт, что конец этой кишки, где стоит как раз-таки маньяк, он выходит прямо на улицу. То есть те, кто его видит на улице, они его прекрасно просто видят, что он держит, что он делает. Грубо говоря, он раскрывает свою деятельность, чего он делать абсолютно не должен, это запрещено в правилах этой профессии. Но я, дурак, изначально подумал, что он нарушил ФРРП, потому что в логах далее его убьют из МП-9, а он должен типа бояться оружия в общественном месте. А на самом деле всё вышло совсем не так. Они сначала начали драться на ножах, с следующими после меня жертвами, и потом, впоследствии, чел, который дрался с ним на ножах, достал оружие и пристрелил маньяка. Я вас немного разогреваю, чтобы вы были в курсе всего, что происходило, перед тем, как мы перенесёмся как раз на эту разборку этой ситуации. Поскольку я немного дурак, я начал админразборку как раз с претензией в плане ФРРП. Его там не было, было другое нарушение, а именно нон-РП. И чтобы это понять, мне понадобилось потратить около 20 минут своей жизни, а также это не обошлось без помощи других игроков или же администрации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, нахуй. Давай, давай. Именно так, наверное, и действуют маньяки в реальной жизни. Выходят на стрелку один на один и кричат, давай, давай, ебашься со мной на ножах. Ну да, действительно. Немного потом этот игрок начал говорить про то, что я специально доебываюсь до всякой херни. Ну разве это херня? Возможно, я и доебываюсь, но разве это херня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй. Здравствуй. Ты за маньяка в подворотне чела связанного убил? А-а-а, смотри, в чем проблема. Пришли и убили меня. Ага, там двое было. Да, меня пришли и убили. А-а-а, тебя убили... Тебя как убили-то? С МП-9. Я его пытался достать. Понимаешь, он в инвэр-зоне был? Я его хотел убить. Искренне хотел. Он был в инвэр-зоне. А, то есть он был с МП-9, и ты все равно хотел его убить, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты не понял. Пришли вообще другие. Ну? Абсолютно другие. Ждал, пока НЛР кончится, и убить его хотел. Ага, так, и дальше что? Ну? Ну, ты начало с МП-9 полез, правильно? Нет. А, ну да. А, ну вот, все отлично, молодец. Что? Так. Блядь, что не так? В смысле, я могу нападать на меня людей? Алло! Бог, стой, повтори еще раз, ты меня сейчас за ФРП откидаешь за то, что я до чего сам П-9 напал? Так, подожди, ну, сейчас поищем, что у тебя еще. ФРП вроде бы, и, наверное, НЛРП. Какой ФРП за что, блядь? Заткнись, долбоеб, что ты перебиваешь меня, что ты орешь, блядь, истеричка. У меня боится оружие в общественных местах, читай правила. А, да, стой. А, ты пони... Чего, блядь? Ну? А ты почитай только, что я имею право убивать, во-первых, в общественных местах, если нет свидетелей, а во-вторых, на меня с ножами напали. Ну как, были же свидетели. Кто, блядь? Ты о чем? Я не мог его убить из-за того, что он в НЛРП был, чел. Ты это понять не можешь? Меня это не ебет, ты с двумя челами пошел на улице драться, и они тебя убили с МП-9. Все нормально, у тебя ФРРП. Боже, ребят, я здесь ужасно туплю, в этом парте я реально на серьезных щах говорю ему про ФРРП. Хотя я объясняю ситуацию, которая относится к нарушению НЛРП. Извините, через несколько минут исправим. Бля, послушай, не перебивай меня, ебаная истеричка, я тебе мут сейчас дам, хочешь? Все, скал? Заговариваюсь, прости. Помню, кто это был. Но ты хотел с челом подраться на ножах, в присутствии другого чела, будучи маньяком. Нет, они оба на меня напали. Они оба на меня напали. Чел, который в НЛР был, он вообще там под ворот не остался. На меня вдвоем с ножами напали чел. Они не считаются уже как свидетели, потому что как я их убью, если я мертв? Они меня убили. Где это написано? Это, в целом говоря, это говорят... То, в целом говоря, правила мне, конкретный пункт, покажи, где так пишется. Правила, ты понимаешь, тут много правил, которых просто не пишется? Ты понимаешь, тут много правил, которых просто не пишется? Не, ну типа, окей, я могу тогда придумать свою кипу правил и по ним наказывать на этом серваке, аргументируя это тем, что тут есть такие правила, которые просто не пишутся в общем своде правил. Нон РП ходьба, нон РП дыхание. Вот если руководствоваться его логикой вот такой и тем, что он сказал, я могу реально выдумать эти правила и наказывать людей. Но делать я, конечно же, так не буду. Я же не долбоеб. Во-первых, нельзя убивать... Если правил, которые просто не пишутся в смысле, блядь, короче, ты ни хуй ни хуй топоришь. Я сейчас степну человека, который тебя убил и уточню у него. Привет, сори, что отвлекаюсь, у тебя РП какой-то процесс. Вот, как это было? Можешь мне объяснить? Получается, смотри, я в переулке уже убитый лежу, там также в переулке еще чел стоит. Как после этого события развивались? Ты по логам его убил с МПТ. В смысле связанный? Ну там был связанный чел. Сука. Я уточняю вот... Я запутался. ...фрагменты с ситуацией относительно. Вот за фонтана, который... Другой стороны выход на эту... Как его называют? На дорогу. Вы там дрались, получается. Потом я смотрю по логам, ты его убил с МП9. Как это проходило? Да, 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 вот. Вот, и он, короче... Два крута, моих друзей. Это говорит, давай честно на ножах устроим битву. Мы пиздимся, 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 и тут хуточная плечи. А, бля. Запрещено выдавать тебя. Что? Ты себя вносишь? Ты в открытую пошёл драться на ножах на улице с челами. Ещё раз... Я объяснил... Прочитай... Прочитай только что, что ты... Ещё раз прочитай, перечитай. Запрещено, нельзя выдавать себя. А как я себя выдал? Бля, ты в открытую пошёл пиздиться на ножах с челами на улице. Ну и что, а как я себя выдал? Действительно, ты себя никак не выдал. Говоришь, давай тех уярится на улице и... Ну, я понимаю, но в любом случае, это я... Как я себя выдал-то? Не, ну ладно, Артурка, ладно. Ты нашёл до чего докопаться. Поздравляю. Хорошо. Я не нашёл, я просто правила сижу, изучаю. Конкретно, параллельно с этим, я слушаю то, как было. Ну, короче, разрули, что-то я пошёл. У тебя, типа, такая тема докопаться до всего, что видишь. По-моему, работа администратора как раз-таки и заключается в том, чтобы ты подробно изучал какую-либо ситуацию. В данном случае это заняло около получаса. Мы это в простонародье называем докопался, доебался, прицепился. Ну или же закрыл окно и стало душно. Я заметил одну интересную тенденцию за теми, кто не смог отмазаться от нарушения какого-либо или же выкарабкаться из навала просто претензий, вопросов и предъяв, касаемо какой-либо ситуации. Они изначально, конечно же, всё делают по накатанной. Обвиняют администратора в том, что тот не знает правил, типа, сиди, перечитывай, сиди, учи правила, как тебя взяли в администрацию, я вообще-то тут не виноват, я знаю лучше, чем ты правила. Если админ неустойчивый, то он, конечно, впадёт в небольшой тильт, извинится перед челом и отпустит. Чел пойдёт дальше нарушать. А РП этого человека будет ограничиваться максимум, я пойду вперёд и кого-нибудь бахну. Ну или же как ребята из начала ролика. Один прохуярит насквозь дверь тебе за то, что ты стучишь, а другой тебя просто будет грабить. Ну, классика. В общем, что я хочу сказать. Работа админа это не совсем лёгкая штука. Нужно знать, какие правильно вопросы задавать, когда их задавать и кому во время какой-либо ситуации разговора по поводу жалобы. Более того, нужно пытаться мыслить более глубоко, ну, конечно же, в пределах разумного. Особенно, если ты играешь в РП режим в какой-либо игре. Да, я тебя отпускаю, спасибо, что мне прояснили. Я теперь понял то, что у него не ФРП, а конкретно запрет на выдачу себя. Открытые действия за маньяка. Всё, спасибо. Чисто в голове проиграешь ситуацию, ты убиваешь одного чела, второй остаётся, и он не достаёт оружие, не убивает тебя ничего. Он убегает просто. Убегает при этом, запомнив тебя. Запомнив, естественно, каким образом. Имя над головой, но. Да, я понимаю. Но, а потом, дальше, слушай, слушай, слушай. Вот, Игорьша, докапывайся, я тебя просто анализирую ситуацию и рассказываю, как это лично я вижу. Запоминает тебя, ну, естественно, панику над головой, как это все всегда делают. Но они, большинство, кто так делает, они аргументируют это в плане РП. Вот, особые приметы там. Да, лицо увидели. Нож такой же там, или же что-то ещё, голос примерно такой же, вот. Ну, он рассказывает полиции, меня сажают. Да, сажают, но при этом ты всё равно нарушаешь правила, нельзя выдавать себя. Кстати, прочитай, пункт 4.25, прочитай, кстати, да. Я тоже люблю чрезвычай правила, и пункт 4.25, прочитай. 4.25, это памятная игрока? Да, 4.25, в свидетелях разрешено не убивать в четырёх случаях. Я им урон нанёс, я им... нет, смотри, давай по-другому начнём. А в чём тогда прикол? Подожди, стой, хорошо, я сейчас тебе прочитаю. В свидетелях разрешено не убивать в четырёх случаях. Слушай. Первое, убийствовали же ограбление. Второе, нанесён урон свидетелю. Третье, ты запугал свидетеля. Четвёртое, ты подкупил свидетеля. Хорошо, вопрос. Пизданул не поняв, пизданул не поняв, пизданул не поняв. Ну, хорошо, пизданул не поняв. Я тебе просто тогда вопрос задам. Ты можешь меня не перебивать, окей? В чём тогда смысл при 4.25 играть за маньяка? Маньяка ж наоборот цель убивать людей. Я знаю, я всех убиваю, кого могу. Он за маньяка пошёл в открытую драться с двумя ребятами на ножах на улице. Небезлюдное место, это дорога была, прямо там они дрались. Они прямо тут дрались, они его убили, получается. Он себя выдал. То, что он в открытую пошёл махаться, не подумав о том, что даже если он кого-то одного убьёт, то он всё равно оставит, может быть, даже чела, который сможет убежать и доложить на него в полицию, объяснив это тем, что он запомнил оружие, голос, особые приметы и прочее. Маньяк действует так, чтобы его никто не видел, не замечал и не понял, что это конкретно он кого-то убил, правильно? Да, это НОНРП. Всё, то есть вот это запрет на выдачу себя у правила профессии, это НОНРП? Да. НОНРП. Минус 40 объясняет человеку жалую, почему он виноват, а он отказывается. Так, если ты видишь нарушение, ты выдаёшь.